здрасьте всем друзья привет уленьки продолжаем играть ферму nf марш у нас карта и наступила осень рассвет уже немножечко позже чем летом поэтому в 7 утра мы стартуем друзья и погнали смотреть что у нас происходит на нашей ферме во первых друзья наши поля в августе мы засеяли канолу там где у нас обычно растет канола и сейчас выросли здесь сорнячки их соответственно нужно пройтись по лольникам а потом сверху пройтись гербицидами то же самое абсолютно на 36 поле у нас поэтому с нашими полями тоже поиграемся в сентябре далее наши свинки друзья сверху в левом углу написано что корм у них закончится через 17 часов 11 минут поэтому нужно будет привести им один прицепчик корма на жидкого навоза уже почти 200 кубов есть воды почти 100 кубов и соломой 160 так что тут все в порядке но и в прошлой серии мы случайно убрали здесь навоз но накакали они нам 23 куба уже пускай в общем-то как далее заводики наши давайте через меню их все посмотрим ладно значится силос у нас есть все сила сам в порядке электрозаряда друзья уже очень дохренищ поэтому я предлагаю его продать так чтобы га все путем линии навоза жидкого навоза смысла пока запускать нету далее наша лесопилка она уже трохи сделала во первых поддонов dvp dsp щипы в общем-то всего когда щипы станет почти заполнена мы отключим линию производства щипы потому что щипа так-то идет в минус дерево почти закончилось несмотря на то что в августе я еще с каждого лесоруба по два поддона то есть 60 кубов еще закинул дерево мы сейчас закинем она у нас тоже закончится через четыре часа вот эти 26 кубов далее наши лесорубы через два дня у них закончится поддоны поэтому наверное можно им еще по одному поддону будет закинуть это раз во вторых немножечко с топливом я тут накосячил так как я выходил из игры там немножко сбились мои вот эти распределения со сменой точек продажи в общем то в итоге второму лесорубу я отвез столько сколько хотел а вместо третьего один прицеп топлива ушел первому так что можно для компенсации всего один прицеп отвести второму и два прицепа третьему и это в общем то у нас все как бы компенсирует и выровняет их так что тут все понятно далее нпз наш работает канала еще есть разумеется и и не хватит до следующего урожая поэтому пока пускай перерабатывается в октябре будем собирать подсолнухи поэтому какое-то топливо мы еще произведем однако даже того топлива которые мы делаем категорически будет не хватать даже на наших лесорубов а потом мы поставим еще производство требуемое топливо поэтому топливо будем в итоге закупать не вижу смысла сейчас брать на 110 гектаров полей чисто под канулу и под солнечник в будущем друзья а тут есть такая классная штука нефтяная платформа работает на электричестве техобслуживание то есть никаких дополнительных ресурсов ему не надо будет как бы у нас все это будет вот такая здоровая хреновина ставится она друзья я уже примерялся до ставится она друзья вот сюда вот в этот лес то даже выделены вот такие вот сейчас покажу под все бункеры в общем-то места чтобы понятно где понятно было куда ставить потому что эта штука здоровенная вот так вот она еще она не разворачивается она крутится только на 90 градусов вот так вот она ставится и в теории вот сюда тут еще прям какая-то железная дорога вперед идет прям здоровенное производство а вот но и самый большой косяк это 4 миллиона ее стоимость но вообще неплохо было бы такой штукой обзавестись у меня есть подозрение что это решит нашу проблему с топливом потому что топливо будет производиться по 4800 канала и подсолнечник на этой линии тоже как бы нужны но они как бустер в общем то будем закидывать и надо ее совсем немного я думаю что эта штука должна будет решить наши проблемы с топливом ну и друзья по заработку контрактики у нас есть не стал я брать во первых у нас тут еще картошка до сих пор не убрано про полка за 947 не интересно и тюкование честно говоря уже устал я от него у нас тут есть пять культиваций два посева пшеница ячмень и три удобрения опаньки а где-то сирена что-то где-то случилось но но видимо это не очень интересно погнали запускать тогда всех в работу работу всех запускать мы видимо будем отсюда кстати что там наши я вот лесорубы посмотрел что они там наделали нам по 40 кубов по 4 поддона можно с каждого забрать и на лесопилку отвести это прекрасно поэтому ты вольво а есть тогда к лесорубам лесоруб один погнал но блин у меня уже лагает я на самом деле давно играю перезапущу к я игру от греха подальше так перезапустились хотя подождите запускаем давайте еще финансы тоже посмотрим что у нас за лето вообще произошло в частности август конечно больше всего интересует август строительство минус миллион но на самом деле около 600 тысяч наверное было потрачено просто на траву около свинарника мяч на гряда сих пор есть мыслить и деньги вернуть потому что как-то вот они нечестно были у меня потрачены украдены но ладно ослуживание техники на уборочной в августе 195 тысяч не так много амортизация недвижимости до появилась лесопилка стала еще больше цена производства мы запустили еще много линий поэтому она тоже выросла продана тюков друзья 319 тысяч это была уборка большого 50 вот этого поля тут был лен льняная солома дорогая она была затюкована и продана расходы на топливо опять-таки без понятия что за 24 евро кто-то поджирает доходы от продажи урожая 164 тысячи это излишки урожаев доходы по контрактам миллион но другое это понятно что я сборы за доставку продукции полторы тысячи всего это у нас электричество транспортировалась а теперь давайте запускать всех в работу мы значится ты едешь на лесоруб топлива ты едешь на наш нпз на загрузку сыпучие после чего едешь на свинарник свинарник еда вода и выгружаешь туда корм для свиней один разик быть добр съезде отвези пожрать значится ты менять загрузки доставки не менять я вроде выключил и что-то неправильно я посчитал да какой у нас лесоруб это какой лесоруб да надо их как-то в списке переименовать о как раз вот этот товарищ приехал сейчас мы и узнаем так отсюда мы отъезжаем потому что у нас тут триггер выгрузки значит смотри а вот ты выгружаем дерево целых четыре поддона 40 кубов идем в меню смотреть откуда у нас самое дерево то и выгрузилась дерево выгрузилась отсюда значит вот это первый значит я первому не довез а третьему перевез интересно ладно выгружаем со второго те же самые четыре поддона бздынь и это у нас 2 выгрузился да да соответственно вот это у нас будет 3 все мы нажимаем управление точкой производства выбирать 3 значит это 3 до все правильно значит я ему завез лишнего отсюда мы тоже выгружаем 4 поддона бздынь и готова вот они вот такие вот прекрасные у нас поддоны каждый по 10 кубов то есть 120 кубов мы сейчас за раз загрузим в наш этот прицеп влазит аж 50 таких штук поэтому загружаем их сюда проезжаем и загружаем все это можно сделать здесь ручками вообще не проблема бздынь загрузили отлично все-таки надо сделать здесь будет заезд так вот так вот мы становимся и вот так вот разгружаемся как-то криво я стал надо пододвинуть вот так вот здесь не покупают того ведь такой товар как дерево что-то непонятно в смысле все должно быть нормально что началось то все дерево мы закинули и этого то что мы закинули нам теперь хватит на до следующего утра здесь придется пока что часто это делать на лесопилке все линии запущенные в общем-то она жрет да такс также надо выгрузить по поддону а наверное даже по 2 можно сделать все выгрузить их 6 честно говоря не вижу ничего лучше кроме как их руками той разнести потому что ездить их возить но такое себя так с готова один лесоруб у нас обеспечен поддонами на втором лесорубу поддоны и второй поддон второму лесорубу давай бздынь и третьему лесорубу тоже нужен поддончик и еще один и готово все поддонами они у нас обеспечены все прекрасно вот это товарищи мы отправляем домой самом деле те 8 поддонов тоже можно было разнести руками, но уже ладно. И мы возвращаемся на нашу базу. Тут нам еще нужно вот этого товарища отправить. Получается лесорубу первому отвезти два прицепа топлива и второму один прицеп топлива. Давайте мы поставим три поездки. Начнем со второго лесоруба. Во. А потом через пару минут его перехватим, когда он уже выгрузится и переставим его на первого. Вот такой вот план. Далее. Наши поля. Нужно отправить полотник. Друзья, я вроде как пропустил этот момент, когда я заменил наш синий полольник на мотыгу, но в общем-то я это сделал довольно-таки давно. Потому что тот синий полольник не убирал те сорняки, которые у нас идут после дисковки. Они сразу на второй стадии вырастают. Так, с поля 38. Вот отсюда вы. С острыми углами. Бздынь. Отлично. Погнал. Иди работай. Соответственно поливалку запустим чуть попозже. Ну и смотрим, друзья, еще на контракт, кого мы будем куда отправлять. Кстати, после посевов культивации же можно... После посевов точно должно быть еще удобрение. Это прекрасно. Давайте начнем с удобрения. Удобрение у нас самое маленькое. Это поле номер 13. Начнем с него. Во-первых, припарковаться по завершению нет. Кстати, по лольнику я это не выключил. Но ладно. Поле 13 мы выставляем. И... Ну вот отсюда и пойдет. Генерируем курс. Отлично. Меня устраивает. Единственное, автоматически мы ему вырубаем. Какая везде сыпит по минимуму. Давай, друг, погнал работать. Так, этот припарковался, этот едет. Вот, вот ты нам нужен. Мы тебе не поменяли. Припарковался. А, у него и так стоит. Нет. Или я это выключил? Забыл. Ну да ладно. Далее. Сеялка. Черт, какая техника вся грязная. Собирался ее мыть и не помыл. Во-первых, ставим частоту сева на минимум. Она почему-то всегда сбрасывается на автоматическую. Но это ладно, это я переживу. У нас надо посеять пшеницу и ячмень. 73-е поле ячмень поменьше. Начнем именно с него. Выбираем ячмень. Опять-таки, припарковаться по завершению ставим нет. Отправляем его на 73-е поле. Вот те какой-то бздынь. Ну и, конечно же, маршрутик курс плейчика. И мы тоже рисуем. Вот отсюда. Со сглаженными углами, чтобы быстрее работал. И с начальной точки давай вперед шуруй. Погнал. Ну и культиватор конечно же. Вообще, есть мысль у меня отправить еще чизелей наших. Давайте вот эти вот два поля мы чизелями все сделаем. А вот эти вот побольше. Точнее, вот 37-е и 55-е чизелями. А вот 15-е, 42-е и 50-е большим культиватором будет быстрее. Начнем с 15-го. Да-да-да, все приезжают. Ман вернулся, корма отвез. Все путем у наших свинок. Так, с поля 15-го мы начинаем. Долго он его будет делать. Не самое удобное поле вообще. Но пойдет. Пускай работает. Тебе тоже припарковаться по завершению ставим. Нет. И давай едь тоже культивируй работой. Наши чизеля мы отправим попарно на два поля. На 37-е и на 70-е. Давайте с 37-го мы начнем. Вот ты поедешь на 37-е. Тебе припарков... А, ты одно поле делаешь, поэтому да, припарковаться тебе по завершению обязательно. И маршрут на 37-м поле вот отсюда генерируем. Так, столько на два орудия. Ты поедешь у нас с товарищем, который будет тебе помогать. Во. Нормал, да. Пойдет. Давай, соответственно, есть работа и маршрут этот мы копируем. Далее ты. Наш класс. Ты тоже поедешь на 37-е поле. И тоже включишь курс-плей и тоже припаркуешься по завершению. Вставляем ему вот этот вот маршрут. Только ты будешь работать у нас справа со стартовой точки. Тоже погнал. Так, только пожалуйста, не мешайте здесь друг другу проехать. Ну вот, ну вот серьезно, вы выехать не можете, да? Давай, давай, проезжай быстрее. Так, с этими разобрались. Далее вот ты. А ты у нас поедешь на поле номер до 55. Поле номер 55 ему тоже ставим тогда. И маршрут ему генерируем на поле 55. Блин, оно не самое маленькое на самом деле. Тоже два совместно работающих орудия получается. Но и курс-плей включи по прибытию, конечно же. И маршрут мы этот тоже копируем. И последнего вот этого товарища отправляем в работу. Тоже на поле 55. Они, кстати, потихонечку тут у меня выполняют контрактики. Вот небольшие поля. Или если дохренища работа, то есть еще впереди например 5 уборок каких-нибудь больших, и я знаю, что у них есть запасе часа 3, то можно и отправить. В общем-то вставляем ему тоже этот маршрут. Он у нас будет работать справа. Давай, друг, погнал. Ну вот и все. Все в работе. Бочка наша, кстати. Меняем ей на лесоруб топливо 1. Вовремя ее словил, в принципе. И зайдем посмотрим, выгрузила ли она. Да, вот она теперь у третьего и у второго топливо по 39 кубов. Ну а первому тогда два прицепа везем. Ну и в общем-то, друзья, у нас тут все понятно. Сентябрь не сильно будет богатым на события. У меня сейчас 12 часов ночи уже, друзья, поэтому я пойду сейчас спать. Завтра на работе я вот это вот все сделаю. Тут в принципе не так много. И мы встретимся с вами тогда уже в октябре. Будет еще чуть больше денежков и мы в общем-то будем их тратить. Потому что много чего нужно построить. Плюс в сентябре у нас еще уборочная, подсолнечник, убрать кукурузу, все на карте, еще много чего. Короче, до октября. Утро октября у нас, друзья. Миллион восемьсот восемьдесят две тысячи на счету по итогу сентября. И, конечно же, большая уборочная у нас самая в октябре. Аж 17 контрактов мне перепало. Много чего вкусненького есть. Но боюсь, что почти все эти деньги, что мы сегодня заработаем и то, что у нас есть, мы сегодня потратим очень много стройок. У меня запланировано на октябрь. Но сперва давайте решим все проблемы, которые у нас есть. Во-первых, на лесопилке дерево семь часов осталось. Да, в ближайшее время первое придется много всего подкидывать. Точнее, часто будет подкидывать это все дело туда. Или не поедем на Вольве сами. Сколько там вообще у нас выработалось? А, по четыре поддона уже как бы. А, не, наверное, давайте мы это все дело все-таки отвезем с помощью автопогрузки. 12 поддонов ручную таскать не очень хочется. Поэтому дуй, друг, на лесопилку загрузка поддоны. Точнее, вообще, к лесорубу дуй. Лесоруб топлива один. Давай дуй туда. Ща мы с тобой разберемся. Также у нас из насущного опять у нас корма просит свинарник. Причем внезапно эта надпись загорелась. Мне кажется, что в 12 часов ночи просто свинюшки наши немножко подросли и стали больше жрать. И оно считает, что корма им станет меньше. Но это не проблема. У нас есть ман, которого мы отправляем на НПЗ загрузка сыпучая. У нас есть свинарник, у которого есть точка едовода. И у нас там есть корм для свиней. И один раз, пускай он один прицеп корма им отвезет. На НПЗ у нас... Ага, целый прицеп он даже и не наберет. Черт. Мне кажется, имеет смысл продать свиней. Чтоб они меньше жрали. Ладно, отвози то, что есть. Дальше будем смотреть. Так, по лесорубу прибыл топливо один. Давайте-ка мы его немножко назад отгоним. И пойдем повыгружаем. Везде по 4 поддона. 4 выгружаем. Во втором идем и... Дерево 4 выгружаем. И из третьего... Я, кстати, переименовал. Они теперь называются лесоруб 1, лесоруб 2 и лесоруб 3. Чтобы не путаться. То есть, когда мы в меню вот здесь лазим, видите, лесоруб 1, лесоруб 2, лесоруб 3. Во! Быстренько загружаем вот эти вот поддоны все. И заодно, кстати, давайте проверим выгрузку автодрайвом дерева. Потому что точку на выгрузку-то я делал. Проверим, как это работает. Получается 120 кубов мы сейчас загрузили. На какое-то время этого опять-таки хватит. Единственное, надо посмотреть. У нас выгрузка будет здесь направо. Не забыть ему просто поставить это дело. Значит, смотри, друг. Ты у нас разгружаешься вправо. Едешь на лесопилку. Лесопилка. Лесопилка, выгрузка. А что там такое? А, вспомнил. Я на этот триггер 2 подъезда делал. Один для поддонов с выгрузкой направо. Один для контейнеров. В общем-то, разгружайся там. А потом едь на парковку. А мы потом посмотрим, как оно туда выгружается. Но на самом деле, он точно длиннее, чем там триггер. Поэтому, если он будет вдруг полный, то он не сможет там нормально разгрузиться. Тут как бы к гадалке не ходи. Щипы, кстати, здесь 370 кубов уже. Давайте, наверное, мы остановим эту линию. Пока что временно. На зиму, скажем так. Вроде как эта щипа не должна будет полностью израсходоваться на всем. Сразу же нам стало больше хватать дерева по времени. Но не сильно много. Куда там наш товарищ уехал? Ему 2,5 минуты. Он какими-то кругами решил поехать. Ну и пускай едет. Ну и, друзья, давайте тогда по контрактам тоже, ребят, распихаем. Кто у нас тут где будет работать. Контрактов абсолютно разных. Навзял тюковку, друзья, не брал вообще. Если хватит денег, то и не будем мы ее брать. Если не хватит, то придется, конечно, пару контрактов выполнить. Итак, у нас тут есть аж 4 вспашки земли. Есть 2 культивации. Есть 2 прополки. Есть много сборов урожаев. У нас тут табак, кукуруза, соевые бобы. Табак, кукуруза. Даже подсолнечника нету. А как так? Я же даже сам заселил. А, и одно удобрение еще, что прекрасно. А еще морковь, свекла есть. Но, разумеется, эти контракты не брал. Может, потом появится, когда выполним. Потому что подсолнечник созревший тоже есть. Плюс, друзья, наш подсолнечник тоже созрел. Его обязательно нужно собрать. Давайте, в общем, раскидаем всех по-быстрому. Полольник. Я думаю, за сегодня, даже пока я сейчас буду тут заниматься своими делами, оно при вас успеет повыполнять пару штук. Поле 70 и поле 46. Самые бесполезные контракты, но ладно. Итак, поле 70. Парковочку мы ему отключаем. Поле 70 у нас вот. И вот за это поле здоровенное, он тут около часа будет кататься. Всего 5 тысяч. Но ничего страшного. Давай, едь, работай. У тебя все будет хорошо. Далее у нас удобрялка тоже есть контракт. Его мы даже не будем возвращать в ТАП. 57 тысяч за 50-е поле. Вот это я понимаю. 50-е поле. И маршрутик ему туда. Я что-то вот подумываю себе это поле как-нибудь прикупить. Прикупить. Генерируем маршрут. Причем прекрасно. В общем-то погнал работать. Потом он припаркуется, вернется обратно. Также, друзья, у нас есть аж 4 вспашки. У нас есть два трактора с плугами, которые я все вот нарываюсь заменить, потому что... Потому что я говорил, что я об этом расскажу, но так и не рассказал. На самом деле, если мы откроем плуги в магазине, вот он у нас. Написана рабочая скорость 20 км в час и требуемая мощность 180 лошадей. Значит, вот этот Месси 190 лошадей тягает его со скоростью 11 км в час. А вот этот вот Фент, которого 228 лошадей, всего 14 км в час. И это как-то не совсем нормально, мне кажется. Но ладно. Так, самое маленькое поле у нас номер 8. Давай ты у нас поедешь на 80, точнее. Ты у нас спашешь поле номер 80. Парковочку мы тебе тоже отключаем. Вот оно, поле номер 80. Одно орудие всего ставим ему. Генерируем маршрут и пойдет. Погнал друг работать. И нашего Фенда запускаем на поле побольше. А поле побольше это будет пускай поле номер 1. Кто-то куда-то уже прибыл. Так, поле номер 1. Разумеется, парковочку мы тебе тоже выключаем. Поле номер 1 у нас немножечко ближе. Тоже совместно работающее всего одно орудие у нас. Давай друг, тоже работай. Погнал. Да, и стаба мы его тоже снимаем. Далее у нас есть два контракта еще на культивацию. 69 поле и 59. Давайте на 69 поле отправим 1 чисель. Оно небольшое или большое? 60... Нет, оно даже небольшое. Один чисель здесь вообще справится за милую душу. Сдынь. Вольво погнал. Его тоже мы не будем... А, поле 69 конечно же надо выставить. Его мы даже из-под замка включать не будем. Он успеет до конца этой игровой сессии все сделать. А вот этого товарища... А, поле 59. Мы тогда отправляем на поле 59. Да. Они тоже у нас вернутся, припаркуются. Мы не будем их трогать вообще. Поле 59 у нас побольше. Вот оно. Здесь у нас картоха росла. Я думаю он тоже быстро справится. Так, ман приехал. Курочка вон привез. Курочки у нас отсюда пропали. В лесопилку тоже выгрузилось. Кстати, Вольво уже вернулось на склад. Я как-то этот момент пропустил. Но ничего. На один день 4 часа там у нас сейчас загружено уже. Так, товарищ, давай едь. С этим товарищем понятно. Погнали на лесопилку сгоняем. Посмотрим все ли поддоны у нас туда попадали. Потому что есть подозрение, что конечно же не все. А посетить место... Слушайте, один поддон всего не попал на триггер. Закидываем его руками. Все, все остальные работают. НПЗ, да, тоже не хватает ресурсов. Но у нас больше нету пополнить мы не можем. Придется ждать до следующего года. Так, этот товарищ уже пошел работать. Все сейчас разгребутся по своим рабочим местам. И все прекрасно будет. Так, еще у нас есть сбор урожая. Одно поле у нас соевыми бобами засеяно. Все остальное у нас под початка собирателей. Давайте тогда по-быстрому соберем 32 поле, наверное. Или оставить его под конец и начать со своего поля. Со своих полей. Или нет. Вообще для начала, друзья. Сначала, друзья, построим то, что мы собирались построить. И у нас сегодня много новых модиков будет в этой серии. Я обо всех расскажу. Что я хочу сегодня построить, друзья. Во-первых, я хочу поставить сюда новый элеватор. И будет он из мода Hot Logistics DLC. Этот модик у нас включает в себя вот такой вот прекрасный гараж. Его мы, кстати, тоже поставим. Он с автомойкой прикольный. Есть вот такой сортировочный центр. Это, по сути дела, склад. Там внутри полочки, гаражи. Это все для работы погрузчиком. Чисто для роллплея. Я таким заниматься, упарываться не буду. Это поддоны погрузчиком грузить. Ну его нахер. Также тут есть различные склады. Есть вот такой вот бункер для жидкостей. Есть вот такой вот элеватор на 24 куба. Здоровенный. Есть терминал для сыпучих грузов. Под сыпучими грузами, насколько я понимаю, тут подразумеваются всякие корнеплоды. Хотя там для силоса есть логотип сахарного тростника. Короче, разное вот такое. А есть вот такой вот прекрасный склад на 30 миллионов литров. Он у нас для всего на поддонах. Я уже рассказывал про этот склад, что я его видел. Он адаптирован под эту карту, если что. То есть все грузы, которые есть на карте, все поддоны в этот склад прописаны. Их можно будет забирать контейнером. Также есть вот такой вот склад для тюков. Но это мне не сильно интересно. Малый сортировочный склад на 10 кубов. Для сыпучих и жидких материалов. Но нас отсюда интересует в первую очередь вот этот склад. А ангар я хотел вот этот поставить. Это все мы собираемся поставить сегодня вот на эту территорию. Но в первую очередь, друзья, я хочу поставить элеватор. И вздумал я поставить именно с этого DLC. А первоначально я думал поставить, который шел с картой. Тоже здоровенный. На 25 миллионов литров. Вот такой вот. Но, честно говоря, из этой DLC... Я не знаю, почему этот мод называется DLC, если честно. Хотя это не DLC. Но, в общем-то, я захотел поставить вот этот, потому что у него сбоку загрузка-выгрузка. И она в одном месте находится. То есть удобно будет стоять. Удобно будет сюда заезжать. Скажем так. Давайте его, в общем-то, сюда-то и всунем. Первые 500 тысяч, которые будут потрачены, сделаем выравнивание по сетке. Повернем его вот сюда. Максимально далеко постараемся поставить. Ну и вот так вот. Бздынь. И готово. Тут у нас под ним появилась трава. Надо от нее избавиться от этой травы. Сразу же идем в окрашивание. Что у нас здесь вообще находится? Асфальт? Да, у нас здесь асфальт. Ставим кисть чуть-чуть побольше. И зарисовываем тогда вот это вот все дело. Да, за деревьями тут не очень это все удобненько получилось. Но ладно. Закрашу как смогу. Блин, до закрашивания кучу денег стоит. Слушайте, у нас был миллион восемьсот, а осталось... Поставили элеватор за пятьсот тысяч, осталось просто восемьсот тысяч. Как-то с моей математикой это не вяжется. Я реально что-то пропустил. Строительство миллион. Ну и две тысячи, я так понимаю, на окрашивание ушло. Или миллион этот склад стоил. Мне бы что-то казалось пятьсот тысяч. Пятьсот тысяч. Куда делось еще пятьсот тысяч? Я пошел видео пересматривать. У нас, друзья, установилось два таких склада. А каким образом это случилось? А я давно не сохранялся. А вот же ж дерьмище-то, а какое. Я перед записью не сохранился, а у меня около двух часов там еще культиватор катался. Какого хера их два поставилось? Если мы его продадим, то все вот эти последствия поля, все вот это вот, это уже не вернуть. Это не круто появилось. Деньги хер снимет, вернем. Перезапускаем игру тогда, что поделать. Ну ахрененно, мы вернулись. Да, у меня последний сейв это сентябрь, год четыре. И у меня здесь висит контракт на культивацию пятидесятого поля, который еще будет полтора часа выполняться. Час двадцать восемь. Отлично, господа. Блин, испортило все настроение. Надо чаще сохраняться. Значит, друзья, как мы поступим? Смотрите, сегодня я... Настроение у меня сейчас просто упало. Я думаю, это коню понятно. Планы по контрактам на октябрь в принципе-то понятны. Они у меня высветятся те же самые сейчас. Я, друзья, завтра на работе. Я просто сейчас полтора часа ждать и в полдвенадцатого начать еще раз запись этой части, этой серии. У меня не хватит, я не хочу. Пошло оно все к черту. У меня завтра будет целый рабочий день. Выбить те контракты. Может быть, уборку не всю я успею, конечно, сделать. И завтра вечером придет с работы тогда. Будет у нас больше денег и всю стройку сразу и замутим, которую я планировал разбить на два дня. Больше денег заработаем. Короче, поступим так тогда. Сарямба. Еще раз до встречи в октябре. И там уже точно будет больше денег, потому что контракты в октябре, вы сами видели, есть. Всякое вкусненькое, всякое прекрасное. Друзья, эта серия по хронометражу получилась целый час сорок минут. Поэтому было решено разделить ее на четыре части. В следующей части мы уже поставим этот элеватор. И еще много всего интересного. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал. Поставьте больше лайков. И следующая часть выйдет побыстрее. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем пока.